Друзья, приветствую всех! Вот такая вот красота на Мальдивах. А в этом видео я хотел бы поговорить о боли, о страдании. Точнее о том, как к этому относиться. Так что если вы страдаете, это видео как раз для вас. Если у вас тяжелая жизненная ситуация, это видео тоже для вас. А если вы не страдаете, тоже посмотрите. Будет очень полезно. Обязательно посмотрите до конца. Что я хочу сказать. Недавно я общался с ребятами, и вот они жаловались на жизнь и упоминали очень часто, за что мне все это. Тарас, за что? Я вот так стараюсь, я все делаю. За что? Почему? Почему, блин, столько херни? Почему мне так не везет? Почему у меня столько проблем? И вот слушал я их и сразу же понял, в чем проблема. Проблема в отношении, в мышлении. Ни за что мне все это? Ни за что? А для чего мне все это? Вы меня спрашивали о мышлении миллионера. Вот мышление миллионера. Для чего мне все это? Жизнь дает тебе сигналы. Жизнь учит тебя. Пользуйся этим. Это лучший подарок от жизни. Да какой нахрен подарок, многие скажут? Что ты за херню тут рассказываешь? Мне тупо не везет. Многие вообще думают, что их жизнь наказывает за какие-то грехи. Ребята, смотрите, когда раскаляют металл, это делают для того, чтобы он стал крепче. Металл не раскаляют, потому что он там нагрешил или металл провинился. Нет. Это делают для того, чтобы он стал крепче. Также и вы должны понять это. Вы должны понять, для чего вам все это. Для чего. Вы должны делать выводы. Вы должны понять, какую вы можете извлечь из этого пользу. Боль вообще была моим лучшим мотиватором. Лучшим учителем-мотиватором. Боль меня настолько замотивировала, я себе сказал, все, воу, воу, хватит, я уже опустился на дно. Все, я устал страдать, я больше не хочу так жить. Мне надоело, что у меня тупо нет денег. Мне это надоело. Все, я иду только вперед. Спасибо тебе, боль. Все, мне надоело. Хватит. Я хочу чего-то добиться. Хватит, хватит так жить. Когда тебе негде спать, у тебя нет своего дома, ты шатаешься по улице. Когда где-то там спишь, какими-то грязными там одеялами укрываешься. Хватит. Боль была настолько сильной, что она мне помогла. Очень многие вещи у меня не получались. Я пробую, не получается. Пробую, не получается. Да, это бесит. Да, это безумно демотивирует. У тебя нет настроения. Еще, может быть такая тема, что у вас ничего не получается, у вас много проблем. Из-за важности. Нужно ослабить хватку. Нужно вам почитать Зеланда. Почитайте Зеланда, кто не считал. Нужно ослабить хватку. У меня такое было. Когда просто вот доходит до абсурда, ты делаешь, не получается. Делаешь, не получается. Делаешь, не получается. И уже, ну, такие вещи у тебя не получаются, что ты себе думаешь, блин, да я что, самый главный неудачник на этой планете. Тогда что нужно сделать? Тогда сказать, окей, мне вообще похрен. Я все равно это тоже не смогу сделать, окей, у меня и это не получится. Вообще, все, наплевать вам. И тогда получается. И тогда получается, потому что вы ослабили хватку. Все, ты себе расслабился, ты знаешь, все, у тебя ничего не получится, ты себе действуешь на расслабончике. И тогда все получается, и тогда все заходит. Ты мог сто видео делать, ни хрена они не заходили. А потом поставил видео на отложечку, лег спать, проснулся, миллион просмотров с утра. Вот так как-то оно получается. Ослабили хватку. Но давайте вернемся к более глобальным вещам. К страданий, к боли. Какую ошибку допускает большинство? Что делают люди? Что они делают? Они убегают от боли. От боли ты никуда не убежишь. Да, ты ее можешь заглушить, ты можешь пойти в бар, набухаться. В моем случае, кстати, это еще хуже. Да, алкоголь ее усиливает, а не заглушает. Люди убегают, а нужно прожить эту боль. Нужно эту боль прожить, разобрать, разложить все по полочкам. Берете листь и выписываете. Для чего мне все это? Какую пользу я могу извлечь? Что в этом хорошего? Чему эта ситуация меня научила? Выписывайте, выписывайте. А если вообще плохо, берете еще один листик и выписываете благодарность. Вообще, что у вас есть хорошего в жизни? Все выписываете. И вот когда вы все это прочитаете, боль уже не будет такой. Вы ее прожили, вы ее проанализировали. Не нужно убегать еще раз. Ее нужно прожить, проанализировать. Научиться, извлечь пользу, сказать, блин, благодарю тебе вселенная, спасибо тебе жизнь за вот эту ситуацию. Спасибо, что ты мне показала. Спасибо за то, что ты мне дала сигнал. А не говорить, ой, меня, наверное, сглазили. Ой, чувствую, чувствую. Это вот они все, это все из-за них. Вот мне не везет. Нет, ребята, ну что за бред? Перестаньте винить людей, перестаньте винить жизнь за то, что она записала вас в список неудачников. Нет, ребята. Жизнь вам дает сигналы. Жизнь вас учит. Если вы все грамотно проанализируете, если вы все разберете, окунетесь в эту боль, вам станет намного легче. Вы увидите путь. Конечно же, может быть и такое, что долгое время не будет никаких знаков. То есть вы смотрите на это и не понимаете, ну что в этом вообще хорошего, ну вообще ничего не можете найти. Бывает такое, но потом, потом вы увидите этот знак. Увидите, все равно увидите и поймете, как эта ситуация вам помогла. Короче, ребята, над этим всем надо работать. Есть, конечно же, и очень тяжелые ситуации, когда вот вообще уже ничего нельзя изменить. Например, смерть. Но вы должны над этим работать. Вы должны работать. Работайте, потому что, ну, закапывать себя, это все так делают, да. Ничего хорошего в этом не будет. Убегать от боли, ну, это тоже бред. Она всегда вас будет догонять. Всегда она вас будет догонять. Нужно сесть, окунуться в эту боль и разобрать. Если очень тяжелая ситуация, старайтесь максимально смотреть на нее с позитивной стороны, максимально искать какой-то лучик надежды. Что-то хорошее все равно пытайтесь найти. Потому что, ну, плохое оно и так на поверхности. Нужно работать с этим. Нужно с этим работать, ребята. Вообще, вот эти все уроки жизненные, это самые лучшие уроки. Я уже говорил, это самые лучшие уроки. Только они приведут вас к успеху. Вот такие вот настоящие жизненные уроки. Никакая теория там, никакие знания вас так не научат, как свой жизненный опыт. Я безумно благодарен всем самым плохим ситуациям. Ну, они уже для меня неплохие. Только это вас научат. Поймите, я все рассказываю вам на своем опыте. На своем опыте. Это действительно вам поможет. Я не рассказываю вам по книгам, потому что, если почитать книги, что в книгах говорится или в цитатах, умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Да бред это все полнейший. Не научишься ты никогда на чужих ошибках. Это чужой опыт. Ты его не проживал. Все. Это просто твое наблюдение. Прочитал ты об этом. Это твое наблюдение. Но ты не знаешь, каково это. Лучший опыт, самый лучший опыт, это тот опыт, который ты прожил. Поймите вы это. Он навсегда вот здесь у вас останется. Навсегда. И будут какие-то жизненные ситуации, вы будете его отсюда доставать. Вы будете о нем помнить. Все. Вы его никогда не забудете. А если вы что-то где-то там прочитаете, вы об этом забудете. Это у вас не отложится вот здесь. Не отложится. Плюс такого опыта в том, что вы его переживаете не только умственно. Потому что, если вы посмотрели на кого-то, увидели, как он сделал какую-то ошибку, вы ничего не чувствуете. А там были чувства. Поймите. В вашем опыте были чувства. Если с вами что-то случилось, вот, когда я упал, сломал руку, боль была, боль была физическая. Понимаете? Вот почему это самые ценные уроки. Если бы кто-то там упал, сломал руку, научила бы меня эта ситуация? Да никогда в жизни. Я сам упал, сломал руку. Вот что меня научило. у меня она безумно болела. Я не мог спать, я не мог ее разогнуть. Я лежал на одном боку, я не мог перевернуться. Было жарко. Я тогда еще сгорел. Я весь был липкий, грязный, укрывался какой-то грязной простыней. Вы понимаете? Я это все прочувствовал. Вот почему я извлек из этого такой опыт. Вот почему этот опыт будет навсегда со мной и будет помогать мне по жизни. Так что я безумно благодарен той ситуации. Тогда конечно же я лежу страдаю. Капец блин я сломал руку. За что за что за что за что и потом я начал менять свое мышление. Опять же я через это прошел. Вот почему такие видео мега полезные. Перед вами не сидит чувак при бабках в Мазерате которому все свалилось с неба. Нет ребята я через это прошел и могу вам рассказать все без всяких заготовок все вот здесь все прожил. Короче ребята огромное вам спасибо за то что цените вот такие вот живые видео. Многие писали что это самый крутой формат когда я вот так вот сижу в машине рассказываю вам. Ну потому что я не говорящая голова которая читает все по сценарию сзади красивый фон с красивым освещением но информация ну она сухая она не настоящая. Короче подписывайтесь на все мои полезные каналы кто еще не подписан все ссылки в описании канал с новостями канал по финансам канал по мотивации кому интересно посмотреть как я зарабатываю переходите ко мне в открытый телеграм-канал первая ссылка в описании если хотите инвестировать вместе со мной добавляйтесь в закрытый канал вторая ссылка в описании поставьте этому видео лайк если оно вам понравилось подписывайтесь на этот канал инстардинг кто еще не подписан поделитесь видосом с друзьями если видос вас зацепил Желаю всем правильного мышления. Пока!